Усиление сотрудничества между регионом и Министерством промышленности и торговли. Об этом сегодня шла речь в ходе рабочей встречи главы области и заместителя министра Василия Осьмакова. На сегодняшний день у Министерства промышленности и торговли существует глубокая и эффективная система поддержки разных отраслей. Среди них субсидии на выпуск опытных партий продукции, которые позволяют нашим предприятиям конкурировать с иностранными, вопросы поддержки обновления станочного парка, глубокая переработка леса и другие. И вот по всем этим программам задача в том, чтобы наши предприятия имели возможность участвовать и получать ту или иную финансовую поддержку от Министерства промышленности. Речь идет о довольно больших деньгах, то есть это ни один, ни два миллиарда рублей, которые по стране распределяет Министерство промышленности. Моя задача делать так, чтобы наши предприятия развивались, формировали налоговую базу и создавали рабочие места. Если для этого можно им помочь через координацию с Минпромом, мы это должны сделать. Мы договорились о том, что в течение недели сформируем драфт, такой дорожной карты по вовлечению предприятия региона в реализацию новых проектов. Мы договорились о ряде еще других системных вещей. И я думаю, что получится наконец-то запустить процесс участия предприятия региона в наших программах. И я вижу очень большую синергию по огромному количеству отраслей. По словам замминистра, за последние годы в Новгородскую область были выделены лишь 12 миллионов рублей на поддержку отраслей промышленности. В свою очередь Андрей Никитин отметил, что на сегодняшний день в регионе не хватает отдельного блока, ответственного за промышленность. Поэтому будут приложены все усилия для формирования команды молодых компетентных профессионалов в этой сфере. Продолжение следует...